В преддверии этого доклада я немножко затрагивала эту тему на конгрессе евразийском в городе Самарканд, где уже говорила о том, что немножко всё-таки меняются тенденции в отношении лимфоденектомии в онкоурологической патологии, и сегодня немножко, чуть побольше затронем эту тему. Что касается в целом лимфатической системы и её роли в лечении, в значении, точнее прогрессии онкологических заболеваний, эта тематика насчитывает тысячелетия, поскольку первичные упоминания об отёке нижних конечностях и связанные с некими образованиями в человеке датируются 3-4 веком. В частности, в работах Гиппократа отмечено, что при выполнении удаления жировой клетчатки в области подмышки он обнаружил некую белую кровь, о которой мы уже сейчас понимаем, что речь шла как раз-таки о лимфатических узлах и лимфоденектомии. Позже, в 1844 году, это легло в основу работ Джосефа Панкоста и затем уже в работы Уильяма Холстеда, про которую мы знаем в отношении лечения рака молочной железы, о роли лимфоденектомии, в том числе подмышечной. В отношении рака мочевого пузыря лимфатические сосуды пронизывают подслизистую стенку, детрузор, паравизикальную клетчатку и затем уходят в основные узлы лимфоколлектора таза. Позже это легло в основу своей клинической классификации Джеветта Маршалла, которая в настоящий момент не используется, поскольку в своей практике мы все-таки используем классификацию ТНМ. Тем не менее, в работах в 20-х годах, это Литбеттера, в 1936 году при проведении 98 аутопсий пациентов, которые страдали от опухоли мочевого пузыря, поражение регионарно-лимфатических узлов было выявлено только в виде единичных лимфатических узлов, что позже легло в теорию того, что пациенты с опухолем мочевого пузыря и поражением регионарных лимфатических узлов потенциально могут быть излечены от хирургического лечения. В настоящий момент, когда мы говорим об объеме лимфодисекции, все-таки существует две классификации – это расширенная лимфоденектомия выше, пересечение мочеточника подвздошных сосудов до отхождения, бифуркация орты и отхождение нижнебрыжечной артерии, стандартная лимфоденектомия. Еще выделяют такие понятия, как ограниченная лимфоденектомия, то есть поражение лимфатических узлов только в области запирательной ямки и суперрасширенная лимфоденектомия. Фигурирует такое понятие в некоторых клинических рекомендациях. Тем не менее, вне зависимости от того, какая классификация используется для определения понятия лимфоденектомии, есть излюбленная локализация метастазов, которые чаще всего при картировании выявляются. Это порядка 65% поражает вдоль наружных подвздошных лимфатических узлов, и на первом месте 78% поражения лимфоузлов чаще всего наблюдается в запирательной ямке. Это то направление, которое, безусловно, я все-таки считаю, должно всегда подвергаться лимфоденектомии. В соответствии с действующими клиническими рекомендациями российского общества онкологов, удаление региональных лимфоузлов в ходе выполнения радикальной цистектомии должно выполняться в обязательном порядке. И стоит отдать предпочтение более расширенной лимфоденектомии, поскольку в исследованиях 2010-х годов было продемонстрировано именно такой широкий подход, который нашел отражение в эффективности опухоль специфической выживаемости и выживаемости без рецидивирования. В отношении Европейской ассоциации урологов они все-таки более скептически относятся к объему лимфодиссекции, строго не оговаривают, какой все-таки вариант более эффективный, поскольку в этом году и в конце прошлого года вышло несколько исследований, о которых я буду говорить сегодня, и которые ставят под сомнение вообще в целом роль лимфодиссекции. И, безусловно, эта тема нашла отражение в целом заседании на ЕАУ в этом году во Франции, где выступали правозащитники за выполнение такой расширенной лимфодиссекции, а другие показывали презентацию о том, какие имеют ограничения расширенной лимфоденектомии. Вообще роль лимфоденектомии при обзоре литературы подтверждается несколькими ретроспективными работами, несколькими двумя проспективными работами, но если взять их в совокупности, все они друг другу, к сожалению, противоречат. Поэтому можно, наверное, было бы сразу показать последний слайд. У меня нет ответа, какая все-таки лимфодиссекция является предпочтительной. Тем не менее, попытаемся в этом разобраться. Итак, в одном исследовании ретроспективной работы 2004 года продемонстрировано, что порядка с 21% поражаются тазовые лимфатические узлы, которые могут быть выявлены в ходе стандартной лимфодиссекции. Однако, если убирать лимфатические узлы выше с перекрёстом очточника из подвздошной артерии, то при этом выявляется такое же количество лимфатических узлов, равное как при стандартной лимфодиссекции, что подтверждает необходимость выполнения расширенной лимфоденектомии. В то же время аналогичная работа, одноцентровое исследование 2004 год показывает отсутствие какой-либо корреляции с удалённым числом лимфатических узлов и при этом выявленных позитивных лимфатических узлов. То есть, большее не значит лучшее. Проспективное исследование немецкой работы Lea Trial, которая в проспективном наборе рандомизировала пациентов один к одному и подбирались пациенты, точнее, рандомизировались на две группы стандартной лимфоденектомии, в которую входили те зоны. Это зона запирательных ямок 9-11, зона наружных подвздошных лимфоузлов сосудов 5-7 и зона внутренних подвздошных лимфоузлов 13-14. Расширенная лимфоденектомия включала в себя стандартную зону, плюс дополнительно включались удаление лимфатических узлов в прессакральной зоне, в зоне бифуркации аорты и в зоне до нижней брыжечной артерии. Набрано практически идентичное количество пациентов один к одному. При этом, если просмотреть среднюю часть таблицы, я надеюсь, ее достаточно видно, число позитивных лимфатических узлов, то есть установка стадии ПН, практически одинакова между группами, что, безусловно, нашло свое отражение в показателях выживаемости безрецидивной и опухоль специфической выживаемости. Мы видим, что при медиане наблюдения кривые пациентов, которые получили подобный вариант лечения, они не расходятся. Таким образом, возможно, на тот момент было утверждение, что не стоит проводить такую расширенную лимфодисекцию. Однако в 2023 году представили более продолжительные результаты наблюдения и выявлен по таким критериям, как опухоль специфическая выживаемость, при медиане наблюдения 58 месяцев продемонстрирована разница дельта между выживаемостью порядка 12% и нашло отражение в снижении риска смертности порядка на 35%. И еще одно такое понятие было внедрено, как увеличение времени до последующего прогрессирования и проведение такой расширенной углубленной лимфодисекции обеспечивают дельту в увеличении этой выживаемости всего на 8%. И опять же, наверное, есть какая-то в этом истина, но тем не менее остаются вопросы. Во-первых, при стандартной лимфоденектомии, при дообщих подвздошных сосудах, корректная установка стадии ПН составляет порядка до 95%. При этом риск того, что мы пропустим какой-либо позитивный лимфатический узел, сколеблется от 0,6% до 5%, достаточно не очень высокие цифры. С другой стороны, исследования, которые, опять же, не ретроспективные в отношении расширенной лимфодисекции, говорят о том, что если мы будем удалять лимфоузлы выше пересечения мочеточника с общими подвздошными сосудами, то частота выявления дополнительного поражения лимфатических узлов уже составляет до 43%. И, как правило, эти лимфатические узлы будут выявлены уже клинически. Кроме того, у предшествующего исследования, перспективного ЛИА-Трайл, есть несколько существенных недостатков. Во-первых, несмотря на то, что в своей работе они привели некое картирование по удалению лимфатических узлов, они отдельно не учитывали, где какие лимфатические узлы чаще всего поражаются. Кроме того, порядка 14% включались пациенты со стадии Т1-Г3. При этом мы знаем, что риск метастазирования регионального для этих пациентов не такой уж высокий – от 2 до 10%. 56% были пациенты со стадии Т2. И для этих больных при расширенной лимфодисекции риск поражения отдаленных лимфоузлов тазовых всего составляет 2-3%. Опять же, возможно, это была неправильно сбалансированная группа при подборе для этого клинического исследования. Кроме того, в конце 2010-х годах было опубликовано исследование SWOG-Трайл, которое подчеркнуло роль неодевантной химиотерапии для мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, которое сейчас у нас является стандартом для цисплотин подходящих пациентов. Эти пациенты не учитывались при включении в данное клиническое исследование. И, кроме того, в обеих группах была достаточно высокая частота позитивного хирургического края – почти 9%. Все это в совокупности подчеркнуло неудовлетворенность результатов от предыдущего исследования. И было инициировано исследование SWOG-101111, где включались пациенты. Также они были рандомизированы один к одному практически. Включались пациенты, которым разрешено было проведение неодевантной химиотерапии. И, в частности, эта химиотерапия явилась одним из стратификационных факторов от того, какой препарат пациент получал в неодевантном лечении. Кроме того, разрешалось проведение одевантной лекарственной терапии. И что же мы видим? 70%, то есть 2 трети больных – это были пациенты с мышечно-инвазивным локализованным процессом. И порядка 30% с местно распространенным уротелиальным раком. Но в то же время при сопоставлении объема лимфодиссекции, несмотря на то, что расширенная лимфодиссекция обеспечила удаление гораздо большего числа лимфатических узлов, разница в позитивных лимфоузлах не отличалась между группами. Равно как и установка стадии заболевания N1-N2 также не отличалась между группами. И что нашло, безусловно, свое отражение в показателях онкологической выживаемости – это опухоль специфическая выживаемость, точнее, общая выживаемость и выживаемость безрецидивная. Разницы продемонстрировано не было. Кроме того, исследователи озадачились вопросом, какие же все-таки несет негативные последствия за собой лимфоденоктомия. В начале сегодняшней конференции мы обсуждали вопросы лимфорей и лимфоклинических симптоматических лимфокикс после радикальной простатоктомии. При цистоктомии их они абсолютно не меньше. И что же было установлено? Что проведение расширенной лимфодиссекции провоцирует увеличение 30-дневной смертности, значимо в своей подгруппе, практически разница в 2 раза, и 90-дневной смертности также в 1,5 раза. Безусловно, эти случаи чаще всего ассоциированы с венозным тромбозом, развитие септических состояний. Но вместе с этим исследователи, которые публиковали и предыдущую работу, и эту, говорят о том, что да, токсичность от лимфодиссекции есть, но, безусловно, существует пул пациентов, которые будут иметь выигрыш от проведения расширенной лимфодиссекции. И вместе с этим не стоит забывать, какую токсичность за собой несет лекарственная терапия, когда мы отдаем предпочтение, например, проведение только лекарственного лечения, например, с последующей поддерживающей лекарственной терапией у этих больных. Кроме того, в рамках этих клинических исследований не решен вопрос в отношении больных с редкими гистологическими по типам уротелиального рака. Мы знаем, что при этих формах чаще всего встречается местно распространенный процесс, чаще всего поражаются регионарные лимфатические узлы, и для этих больных не определен объем лимфодиссекции. Кроме того, я забыла сказать, что в предыдущем исследовании SWOG-TRAIL была достаточно интересная рандомизация. Она была интероперационна, то есть хирург. В момент проведения операции, если он клинически не видел увеличенных лимфатических узлов, то он выбирал, происходила рандомизация на стандартную и расширенную лимфодиссекцию. А если в момент операции он видел увеличенные клинические лимфатические узлы, то этот пациент выбывал из исследования. И здесь закрадывается вопрос, как в супер-хай-левел-центрах поступают пациенты с клинически увеличенными лимфатическими узлами. Неужели они не были распознаны на предыдущих методах обследования КТ, МРТ? И это, к сожалению, подчеркивает ту негативную часть наших стандартных методов обследования. К сожалению, мы не можем со стопроцентной уверенностью говорить о том, что у этого пациента клинически чистые лимфатические узлы, и в целом провоцируют необходимость дальнейшего совершенствования методов обследования. И в заключении я хотела бы еще такой момент оговорить. Шагаем дальше. Это необходимость лимфодиссекции у пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, группой высокого риска. Для этих пациентов также не оговорены стандартные в отношении лимфодиссекции. И в частности я привела два исследования. Одно из них – это ретроспективные 1647 пациентов, где при ретроспективном многофакторном анализе было показано, что да, увеличение лимфатических узлов больше 20, удаление в совокупности, безусловно, значимо влияет на опухоль, специфическую выживаемость, увеличивает показатели общей выживаемости на 25%. Но в этом году на АСКО-2024 презентована была работа корейских исследователей. Включено это проспективное когортное исследование, не рандомизированное. Включено 101 пациент. И, к сожалению, при медиане наблюдения 13,5 месяцев не удалось продемонстрировать разницы для пациентов с немышечно-инвазивным процессом. При этом посмотрите, какая частота нежелательных явлений по классификации клавиендиин-ДО-3. В группе расширенной лимфодисекции для этих пациентов частота осложнений составляла 41%. Таким образом, к сожалению, вопрос о том, какой объем лимфодисекции должен проводиться пациенту, он остается крайне актуальным. Как минимум, стандартная лимфодисекция должна всегда выполняться пациентам. Спасибо. Марина Владимировна, скажите, пожалуйста, в том исследовании, которое Вы показали, эти пациенты с позитивными лимфатическими лимфоузлами не получали адъювантную химиотерапию? Да. Если вернуться, то получали адъювантную лекарственную терапию со стадии ПИТ-3, ПИТ-4 или любая П- и Н-позитивные лимфоузлы подвергались адъювантному лечению. Спасибо. Короткий вопрос, Марина Владимировна. Для онкологических локализаций мы знаем характерно такое понятие, как староживой лимфатический узел. Актуально ли это для опухоли мочевого пузыря? Спасибо Вам большое за вопрос. К сожалению, те работы по сиентильной биопсии, сигнальных лимфатических узлов, по введению различных радиофармпрепаратов, технеции не показали своей убедительной доказательности. Кроме того, например, такой краситель, как ICG, тоже у нас были некоторые попытки. По выявлению этих сигнальных лимфатических узлов, к сожалению, неубедительные доказательства. Поэтому сигнальные лимфоузлы пока что вопрос тоже. Мария Владимировна, еще короткий вопрос. Вот в рамках того, что Вы показали дебаты с французской и европейской ассоциацией РОЛ, которая в этом году была, то есть коротко для всех хотел бы, чтобы Вы подытожили, почему эти дебаты возникли, и именно насколько повлияло внедрение адювантной химиотерапии в объем последующей лимфоденоктомии? В целом, дебаты, во-первых, возникли в связи, каждый раз возникает в связи с выходом новых интересных исследований, и прежде всего рандомизированных клинических исследований, поскольку они обладают наибольшей клинической и достоверной значимостью в отношении принятия решения. До этого у нас существовало понятие, и я продемонстрировала клинические рекомендации, что закреплено обязательное выполнение расширенной лимфоденоктомии, но те присутствующие хирурги, которые находятся здесь, во-первых, знают, что это совсем непросто выполнять лимфодиссекцию до нижней брюшечной артерии, не до бифрукации, а именно до нижней брюшечной артерии, и в частности потом бороться с нежелательными явлениями, которые возникают в послеоперационном периоде, с длительными лимфориями, с инфицированными лимфокистами. Поэтому это подчеркивает актуальность обсуждения иногда черезбыточной, ненужной лимфодиссекции. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ